всем привет вы на канале алена nails будем преображать сегодня вот эти ногти этим ногтям здесь примерно месяц и выполняла прошлую работу я ногти некоторые слегка подклюнули поэтому если бы клиентка не решилась сменить форму и убрать длину то в этом случае обязательно поднимали бы эти ноготочки но клиентка упростила мне работу и тем самым мы будем убирать длину как я уже сказала и выполнять форму квадрат здесь в принципе хорошая ногтевая пластина и подойдет любая форма будь то квадрат либо же миндаль но я стала замечать такую тенденцию что многих клиентов больше любви все же к форме квадрат но это лично мой опыт и я сравниваю только со своими клиентами напишите комментариях какая форма у вас доминирует в работе квадрат миндаль либо же возможно какая-то другая форма но вот у меня клиенты больше всего любят квадрат и я всегда стараюсь сделать его довольно четким и при этом чтобы он выглядел при виде сбоку тонко и не толсто и я думаю что именно этот момент нравится многим моим клиентам даже некоторые очень часто на этом делают акцент что у меня получается выполнить довольно четкий квадрат снимаю старое покрытие обороты около 20000 фреза керамической зеленой насечкой прошлое покрытие было выполнено с помощью геля поэтому снятия не занимают у меня много времени если бы это был полигель то с этим материалом не работать например намного труднее меня раздражает то что полигель часто забивает фрезу и в общем-то некоторые полигели отвратительно ведут себя в опиле снятии покрытия все время забивается эту пилочка то фрезы в общем-то это не совсем тот материал который я люблю в работе больше всего я люблю конечно же гели приступаю к выполнению маникюра у меня фреза пламя 0 25 диаметра это фрезы торговой марки dark я уже часто вам о них рассказываю работаю ими довольно часто практически free все мои фрезы уже от этой фирмы еще также я работаю фрезами от сталикс тоже есть у меня такие в наличии ну и там по мелочи из разных магазинов но в принципе в основном эти фрезы в ходу единственный момент который я за ними заметила это то что они довольно быстро портятся то есть я работаю не на таком уже и большом потоке 23 человека в день и я вам скажу что надолго этих фрез не хватает по моему опыту кто работал этими фрезами поделитесь возможно тоже сталкивались такой же проблемой и далее срезаю кутикулу ножницами как всегда ножницы мои любимые сталикс 4123 про смарт версия с силиконовыми накладками розовыми и вот так ногти выглядят после снятия форму я не подпиливаю я думаю те кто наблюдает давно за моими видео вы это видели то что форма у меня всегда придается а будто миндали либо же квадрат а в квадрате это очень важно подпиливать форму именно после укрепления таким образом у нас открывается толщина которую мы будем выпиливать изнутри вместе с натуральным ногтем что это нам даст в первую очередь это будет говорить о том что натуральный ноготь не будет отслаиваться с торца с углов так как его там просто нет а есть твердый материал и это на самом деле очень важный момент и залог успеха четкого квадрата который не затрется в носке у которого не обломаются углы и не будет ничего цепляться изнутри и в идеале еще после выпиливания натурального ногтя покрыть там тоненько топом это вообще будет разрыв и клиент будет очень доволен я вас уверяю здесь я буду работать своей любимой технике выравнивание сразу четырех ногтей гель у меня от магазина гель шоп это 102 оттенок в моем инстаграм есть упоминание этих гелей есть рил с этими гелями с этого магазина но я вам еще оставлю ссылочку под этим видео так что смотрите внимательно ссылка будет вот видео сначала тоненько промазала все ногти и дальше не просушила этот слой очень важно сразу же на сырой слой скажем так я выставляю по капельке материала и протягиваю его лишь по центру к торцу и далее беру кисть потоньше и уже этой кистью потоньше я быстренько подвожу материалы возле боковых валиков все четыре ногтя подправляю и переворачиваем ручку для того чтобы материал смог выровняться и оказаться в нужном месте а именно по центру выстроим небольшой апекс теперь я вижу что гель слишком сильно собрался и мне нужно его слегка подтянуть ближе к торцу это все занимает секунды моего времени поэтому быстренько подправила и отправляем ручку в лампу для такой техники очень важно использовать гели комфортные консистенции и такие чтобы они в лампе схватывались довольно быстро потому что есть категория гелей которые мы выровняли вроде бы все отлично нам все нравится но когда клиент отправляет ручку в лампу по сути после просушки из лампы ногти выходят уже плюшками то есть это конечно же недопустимо я такие материалы просто ненавижу и не понимаю как их можно вообще продавать потому что ну извините как бы это для мастера потом все это выпиливать довольно проблемно будет в общем достаем ногти здесь конечно же нет идеального результата сейчас мы будем все дорабатывать до идеальной формы ну и в идеале конечно же чтобы вы при спиливании длины оставляли каких-то 2-3 миллиметра для того чтобы после укрепления их убрать таким образом та самая толщина в торце появляется с помощью которой мы сделаем выпиливание и небольшую арочку получим тонкий торец что самое главное насчет мягкого квадрата что хочу сказать я всем клиентам сначала выполняю четкий квадрат доделываю работу до конца и лишь в самом конце уже после просушки топа я пилочкой слегка снизу подравниваю вот эти углы которые цепляются клиентам либо же пилочкой либо же бафиком и в принципе на этом заканчивается весь опил то есть я никогда не делаю слишком мягкий квадрат а тем более уверяю вас что не стоит смягчать углы квадрата на моменте до покрытия цветом то есть вот вы сделали опил например если вы сразу делаете мягкий квадрат а потом покрываете цветом либо же выполняете любой дизайн и покрытие топом в исходнике вы получите не квадрат а просто такую плюшечку вот так ногти выглядит после опила и осталось выпилить изнанки но как всегда я этот момент не записала каюсь и хочу сказать что я это выполнила действительно выпилила изнанку выпилила все что там под ногтями есть это очень важный момент и кстати многие клиенты даже всегда обращают на внимание на то что я выпиливаю изнанки многим этот момент нравится но я знаю что есть клиенты которые против выпиливания натурального ногтя хочу сказать что я у своих клиентов когда-то в начале своей практике мастера маникюра я спрашивала будем выпиливать или нет но сейчас же я понимаю что это довольно непрофессионально так делать потому что это момент нашей работы это ваша техника и вы так работаете ведь согласитесь намного хуже если клиент придет через месяц и обвинит вас в том что ваш квадрат не продержался и углы сломались например ведь это очень неприятно для мастера поэтому выбирайте себя в первую очередь свою технику и так скажем ищите своего клиента меня мои клиенты вообще не интересуются что я делаю зачем я это делаю мне это очень нравится потому что здесь полное доверие ко мне как к мастеру и я могу лишь прислушиваться и мои клиенты могут мне говорить о том что например я хочу форму там покруглее либо же хочу вот ногти как-то какой-то формы специфической своей до добавить какой-то изюминки и по желанию клиента но в сам процесс работы и клиенты никогда не вмешиваются мне это очень нравится потому что раньше было по-другому сейчас же я уже выстроила все свои техники и работа с клиентами в таком ритме будет приносить вам удовольствие и вы не будете выгорать и так далее в общем затем я выполняю френч и покрываю ногти глянцевым топом еще мы решили добавить сюда цветочек по желанию клиента который как мне кажется добавил милоты всему дизайну пишите в комментариях как вам моя работа понравилась или нет но я с вами ненадолго прощаюсь всем пока